Евгения Борисовича Евгения Борисовича мы знаем давно, более 10 лет. Знаете, хочется поделиться такой великой радостью в отношении того, что этот престол приобретен. И вопрос, на какие финансы, на финансы Евгения Борисовича. Меня зовут Лопатин Евгений Борисович. Я русский православный человек, христианин, предприниматель. Своей деятельности уже более 10 лет, кроме того, что я предпринимаю, зарабатываю деньги для себя и для своей семьи и для того круга, который у меня существует. Я еще занимаюсь миссионерством, но говоря старым языком, пропагандой, агитацией, того, что можно быть богатым, здоровым и душу свою сохранять. Очень важно, что у нас есть русская православная церковь, у нас есть такой инструмент, с которым можно выживать. И не только можно, но и нужно, и возможно. Очень важно быть благодарным и хвалить Бога, когда у тебя все более-менее хорошо. Я призываю вас к этому, потому что в конечном итоге законы жизни, законы тысячелетий, которые существуют, этот опыт показывает, что кто живет, исповедует Христа, живет в лоне русской православной церкви, выигрывает. И этот пример, который за моими плечами, и этот храм, который возрождается, я желаю вам здравия, благоленствия, чтобы в ваших семьях всегда все было хорошо. А если и какие-то бывают искушения, вы не отходили от Бога, все равно его славили, и Господь исправит с вашей помощью, с вашими трудами, исправит ситуацию, и все у вас будет хорошо. Помогай Господь, спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Меня зовут Лопатин Евгений Борисович. Я русский православный человек, христианин, предприниматель. В своей деятельности вот уже более 10 лет, кроме того, что я предпринимаю, зарабатываю деньги для себя, и для своей семьи, и для того круга, который у меня существует, я еще занимаюсь миссионерством, но говоря старым языком, пропагандой, агитацией, того, что можно быть богатым, здоровым, и душу свою сохранять. Рассказать людям о том, что можно быть не бедным, и не больным, и душу свою сохранять чистой, для того, чтобы и в земной жизни быть, и в своей семье все было хорошо, и окружающим нас было тоже комфортно рядом с нами, ну и по прошествии земного века наследовать и Царство Небесное, если Богу будет так угодно. Очень важно прийти к Богу в радости. Не как обычно приходят в болезни или в скорбях. Мне повезло, я познакомился с протерием Василием Ермаковым в радости более 10 лет назад, и призываю вас тоже сделать примерно это же самое. Я желаю вам, чтобы вы посвятили своего протерием Василия Ермакова. А что касается того, что я достиг в жизни, я от раза начинал с нуля свой бизнес, и сейчас я вот имею две клиники, как я уже сказал, и жена у меня сирота, и в Москве я, я сам приехал из Курска, в Москве я с 85-го года, у меня никого нет. Все, что я имею, а имею, слава Богу, возможно, и с избытком, я достиг своим трудом и с помощью Господа нашего, и с помощью моей супруги, которая всегда мне была спиной. Евгения Борисовича мы знаем давно, более 10 лет, когда здесь, в городе Видном, он открыл свою больницу, поликлинику, и всегда, у кого болели зубы из наших насильников, он с радостью принимал и лечил. И с года в год наша дружба укреплялась, и мы всегда радовались тому, когда он посещал нашу святую обитель. Неоднократно мы бывали у него, в его поликлинике, и он, как добрый врач, лечил наши немощи зубные. В 2006 году я купил эту землю в Битровском районе и обнаружил в один из первых дней, что вдали в деревьях силуэт без креста, без куполов, силуэт церкви. И сердце мое как-то обеспокоилось. Я поехал на машине, я не знал, какой поселок, какой что, потому что меня привезли сюда. И я нашел эту церковь в мерзости запустения, в деревьях, всю заросшую, загаженную навозом, и там паслись овцы в алтаре. И уже с теми жителями поселка, которые тоже со мной вместе заинтересовались восстановлением, мы все вместе с отцом-настоятелем стали все это разгребать, убирать, сжечь эти сараи, пилить эти деревья. для того, чтобы предстать свету Божию дом молитвы, дом нашего, нашей Троицы, дом нашего Спасителя, что у нас и произошло. Вот. И хочу тоже сказать, что в жизни ничего не бывает просто так. Наверняка тоже Господь знал, что я, как человек такой беспокойный, проявлю какие-то действия, когда подсунул, так сказать, мне этот участок у меня не было, я искал участок земли, где буду строить дачу свою. Вот так это и произошло. Эти иконы находятся у меня временно, пока не будет закончен ремонт в храме. После этого они будут переданы по своему прямому назначению. С этой иконой был связан такой чудесный случай. Собирали денежные средства всем миром, всем поселкам на ее написание. И когда иконописица Матищинская, которая написала все эти иконы, не назвала сумму, то чудесным образом она совпала с той суммой, которую собрали. Они не знали друг друга и информация не могла пройти. А эти иконы семейные, принадлежат они на весене. Мы почитаем «Влаженную Матрону Московскую, такие очень многие люди на свете Руси». Карапунт Можайский. Карапунта Можайского обретал наш настоятель Ахимандрит Борис Петруфий. Он был первым настоятелем Карапунта Лужайского Можайского монастыря. И мой земляр преподобный Серафим Саровский. Я тоже родом из Турска и очень по-доброму отношусь, по-доброму Серафим Саровский. Он тоже, я думаю, актронирует меня, следит как-то. Эти треугодника Божьих постоянно как бы с нами, мы молимся и и я надеюсь, что и мои дети, и дети моих детей также будут их почитать, их сохранять в надлежащем состоянии молиться и они тоже не оставят их своей помощью, своих доступлений. и родственников и и их Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Божественную Литургию в нашей Святой Обители в честь Святой Великомученицы Екатерины и благодарственный молебен за то, что стараниями Евгения Борисовича Лопатина нам в обитель привезены были святые мощи священномученика Антипы частица святых мощей святаго священномученика Антипы и частица мощей Блаженной Матроны Московской а также частица мощей мученицы Татьяны радуясь сегодняшнему событию братья обители на прихожане нашей Святой Обители радовались что в обители собираются святыни только единственный есть единственная ценность единственная валюта во Вселенной это душа человека и ради нее разворачиваются эти битвы эти искушения эти всякие хитросплетения даже не нефть и не газ и не какие-то другие материальные ценности а именно душа человека душа человека самая большая ценность и в земной жизни и в небесной ребята это душа это конечно же вы правильно сказали не прошли бесследно занятия это не какие-то материальные ценности не золото не бриллианты не машины не города не здания а именно душа человека поэтому и все те моменты которые происходят у нас в жизни крутятся вокруг одного и того же вокруг нашей с вами души чтобы мы жили или старались жить с Богом или и были богатыми и здоровыми вот или поступали плохо учились плохо делали ленились делали плохие поступки дерзили родителя пораньше начинали курить так сказать легкие наркотики и еще там какой-то секс учат там по телевизору а что это правда и что наша ручка закрылась это так телевизор ключи либо идти этим путем и получить как я уже ну раньше примерно об этом говорил но ничего нового я не скажу и получить плохое и здоровье растрепанную душу не получить образование не получить нормальную семью и в итоге оказаться не только в канаве жизни но и физически рано умереть и эта картинка которую я привез из Иерусалима уже так сказать около восьми лет назад вот она чем мне понравилось почему я ее печатаю вот много уже там десяток тысяч экземпляров это мы раздаем все и в пакетах они у вас есть и всем пациентам я раздаю на протяжении уже более десяти лет потому что здесь красноречиво все показано что одесную праведники ашую грешники это так и поэтому благовествует кому идти в царстве небесное а этот ангел загоняет кому идти в страшные мучения к дьяволу поэтому очень важно что у нас есть русско-православная церковь у нас есть такой инструмент с которым можно выживать и не только можно но и нужно и возможно то и 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 в милости хочется Хочется пожелать ему его замечательному предприятию, клиникам, к которым он имеет отношение. Хочется пожелать милости Божьей, трудов посильных, которыми они помогают, и тем, кто к ним приходит, и продолжать дружить с нами, с нашей церковью. Потому что более надежно, как Игорь Борисович, наш приход, к сожалению, пока такого спонсора не имеет. Много ему лета с его семьей. Чтобы его дело процветало, чтобы он приносил радость и врачевал те недуги человеческие, которые сопровождают человека в течение жизни. Спаси Господи. Божье вам благословение. Евгений Борисович. Желаю вам, дорогие соотечественники, прийти к Господу, потому что благодарность, она должна быть всегда к Спасителю, к Святой Троице. Не в зависимости от того, сейчас плохо или хорошо. И очень важно быть благодарным и хвалить Бога, когда у тебя все более-менее хорошо. Я призываю вас к этому. Потому что в конечном итоге законы жизни, законы тысячелетий, которые существуют, этот опыт показывает, что кто живет, исповедует Христа, живет в лоне Русской Православной Церкви, выигрывает. И этот пример, который за моими плечами, и этот храм, который возрождается, я желаю вам здравия, благоленствия, чтобы в ваших семьях всегда все было хорошо. А если и какие-то бывают искушения, вы не отходили от Бога, все равно Его славили, и Господь исправит с вашей помощью, с вашими трудами, исправит ситуацию, и все у вас будет хорошо. Помогай Господь, спасибо вам. Простите меня. Субтитры создавал DimaTorzok